Здравствуйте! С Вами снова Фантом. Серия заметки о магнитостатике. Сегодня мы рассмотрим особенности магнитных полей плоских катушек. Плоские катушки стали известны благодаря работам изобретателей начала 20 века Николы Тесла. И с тех пор таким катушкам приписывают некие необычные свойства. Так вот, давайте посмотрим, как выглядят поля таких катушек, если их подключить к источнику постоянного тока. Начнем мы наше рассмотрение с катушек, намотанных одинарным проводником. Сделаем пластиковый каркас, намотаем на него несколько витков медного проводника диаметром 2 миллиметра и снимем скан. Как мы видим, на цветном скане картина не сильно отличается от торца обычной цилиндрической катушки индуктивности. А вот если посмотреть на рисунок изолений в плоскости верхнего сенсора, мы увидим картину, похожую на рисунок поля кольцевого магнита. То есть все пространство, занятое проводниками катушки, оказывается заполнено знакомыми нам по постоянным магнитам интерференционными узорами. Хорошо, давайте теперь посмотрим на вид с бокового и фронтального сенсоров. И опять мы можем наблюдать картину, аналогичную рисунку изолений кольцевого магнита. Теперь сделаем все аналогично тому, как мы делали в прошлом ролике и намотаем катушку с зазором в 2 миллиметра между витками проводника. При этом расстояние между осями проводников будет равно 4 миллиметрам. Посмотрим на сканы. Как мы видим, цветной скан с верхнего сенсора практически не изменился, что в принципе вполне предсказуемо. А вот на рисунке изолений, построенных на основании данных снятых нашим сканером, мы уже видим некоторые отличия. Несколько позже мы сравним эти сканы на одном экране и вы увидите эти отличия явно. А пока давайте взглянем на вид с бокового и фронтального сенсоров. Тут на первый взгляд все идентично предыдущей катушки. Хорошо, пойдем дальше и увеличим зазор между проводниками до 4 миллиметров, а затем стимим новый скан. На цветном скане мы видим, что область центрального поля катушки как бы немного уменьшилась в диаметре. На рисунке изолений сенсора то мы четко видим начало разделения общего поля катушки на локальные тароиды витков, что отлично согласуется с нашими данными, полученными для цилиндрических катушек. Структура изолений на виде с бокового и фронтального сенсоров в целом сохранилась, однако на первый взгляд несколько уменьшилась плотность узлов интерференционной картины. Сделаем еще одну итерацию. Выполним катушку с шагом намотки 10 миллиметров и снова снимем скан. Теперь даже на цветном скане мы можем различить локальные поля проводников. Карта изолений подтверждает это и показывает нам детали завершившегося обособления локальных тароидов витков. Вид с бокового и фронтального сенсоров также однозначно подтверждает наметившуюся тенденцию к укропнению сетки узлов рисунка изолений. Поле катушки в ближней зоне как бы начинает становиться рыхлым. Ну что же, давайте теперь сравним на одном экране данные ранее полученных измерений. Цветной скан напряженности с верхнего сенсора. Карта изолений с верхнего сенсора. Тут мы можем в деталях увидеть этапы разделения общего макро поля катушки на тароиды локальных витков. Как мы помним из прошлого видео расстояние между витками равное диаметру проводника является оптимальным по эффективности для формирования поля катушки. И сейчас это неплохо подтверждается при сравнении данных с верхних сенсоров. Посмотрим на карты изолений бокового сенсора. Тут мы снова видим, что наиболее упорядоченная структура с максимальной детализацией узлов соответствует катушке с промежутком между проводниками равном его диаметру. Сравнение видов фронтального сенсора только подтверждает наши предыдущие выводы. Ну что же, во второй части сегодняшнего видео давайте рассмотрим структуру полей так называемых бифилярных катушек. Известно, что их особенности проявляются на высоких частотах, когда длина волны возбуждающего колебания становится кратной длине проводника обмотки. Однако наше оборудование позволяет работать только со статическими магнитными полями. Вот и давайте посмотрим, сможем ли мы увидеть что-либо необычное в структуре поля бифилярных катушек при подключении их к источнику постоянного тока. Намотаем катушку двумя одинаковыми проводниками без зазора между витками. Для формирования точки отсчета подадим ток только на один проводник из пары. При этом образуется как бы катушка из нашего предыдущего опыта с расстоянием между проводниками в 2 миллиметра, то есть наиболее оптимальный. Снимем цветной скан напряженности. На нем ничего особенного мы не замечаем. Давайте сравним его со сканом плоской катушки с зазором 2 миллиметра из предыдущей части ролика. Как вы видите, в целом отличие можно признать незначительным. А теперь давайте посмотрим на рисунок изолений с верхнего сенсора и сравним его с таким же рисунком катушки с зазором 2 миллиметра. Тут нас ожидает сюрприз. Мы видим, что несмотря на визуальное сходство цветных сканов напряженности, что говорит нам о похожей структуре полей катушек на макро уровне, детали рисунка изолений этих двух катушек разительно отличаются. Можно предположить, что ситуации, когда промежуток между проводниками формирует диэлектрик, весьма сильно отличается от ситуации, когда такой же по величине промежуток между витками формирует пусть и никуда не подключенный электрический, но медный проводник. Как мы видим, отличие мелких деталей структуры полей рассмотренных двух катушек однозначно об этом свидетельствует. Что ж, как минимум один интересный момент мы с вами уже обнаружили. Давайте теперь сравним вид из бокового и фронтального сенсора для вышеупомянутых катушек. Тут мы видим намного менее заметные отличия. В случае металлического разделителя немного уменьшается плотность узлов карты изолений при сохранении общего вида структуры. То есть отличия в данном случае можно признать незначительными. Давайте теперь приступим к самой интересной части. Соединим оба проводника бифилярной катушки согласно последовательно и посмотрим на скан. На карте изолений с верхнего сенсора продолжает регистрироваться особенная структура изолений, увиденная нами в предыдущем опыте. Вид с бокового и фронтального сенсора не содержит значительных отличий, однако не будем унывать. Скоммутируем половинки нашей катушки встречно-последовательно, сформировав так называемую без индуктивную катушку и посмотрим на снятый скан. Естественно, чтобы увидеть детали картины полей такой катушки, придется подать на нее в несколько раз большее значение тока, чем в предыдущих опытах. Итак, встречайте, скан напряженности магнитного поля без индуктивной катушки без зазора между витками. Картина изолений с верхнего сенсора. Картина изолений с бокового и фронтального сенсоров. Теперь сравним сканы одной и той же бифилярной катушки с согласной и встречной коммутацией половинок на одном экране. Цветные сканы напряженности. Карты изолений с верхнего сенсора. Карты изолений с бокового сенсора. Карты изолений с фронтального сенсора. Мы с вами увидели, как отличаются мелкие детали структуры полей плоской бифилярной катушки, намотанной без зазора между витками. Давайте теперь введем диэлектрический зазор в 2 мм между парами витков и посмотрим, что изменится. Вначале намотаем катушку так, чтобы между бифилярной парой проводников зазора не было, а между витками бифилярной обмотки он был. Как и прежде, для формирования точки отсчета подключим к источнику питания только один из проводников пары. Запустим программу и ждем появления скана. На карте изолений с верхнего сенсора мы видим локальные тароиды витков провода. Расстояние между витками подключенного проводника в нашем случае составляет 4 мм, причем два из них занимает медь второго неподключенного проводника, а вторые 2 мм занимает диэлектрик каркаса катушки. В результате мы видим, что влияние меди неподключенного проводника практически исчезло. Причиной тому, по-видимому, является промежуток диэлектрика между соседними витками бифиляра. То есть, для того, чтобы неподключенный виток оказывал значительное влияние на структуру поля катушки, судя по всему, необходимо, чтобы он находился в непосредственной близости от двух соседних витков. На видах с бокового и фронтального сенсоров для варианта плоской бифилярной катушки с одним подключенным проводником ничего примечательного мы не видим. Идем дальше. Подключим оба проводника катушки согласно последовательно и сделаем скан. На карте изолений с верхнего сенсора мы видим значительные изменения. Впечатление такое, что наши два проводника стали аналогичны одинарному, намотанному вплотную с таким же, но не подключенным к источнику питания проводником. Вот оказывается, как все непросто получается с полями бифилярных катушек. Структура изолений на виде с бокового и фронтального сенсора при согласно последовательном включении половинок бифиляра отличается только укрупненной сеткой узлов при сохранении общего вида структуры изолений. Теперь же давайте изменим коммутацию половинок катушки на встречно-последовательную, что даст нам так называемую безиндуктивную катушку. Снимем цветной скан напряженности. На нем мы отчетливо видим проявление границы витков катушки. Для лежащих рядом соседних проводников витка влияние их полей будет практически скомпенсировано, однако в пространстве между витками мы видим зоны напряженности с той же полярностью, что и в центре катушки. На виде изолений с верхнего сенсора мы видим картину, похожую на ту, которую мы видели при исследовании полей магнитосибирской коле. Тогда по суммарному значению напряженности сенсор как бы не был перегружен, но при рассмотрении структуры деталей изолений однозначно фиксировалась перегрузка сенсора, выражающаяся в размытии мелких деталей структур. Именно такую ситуацию мы с вами наблюдаем сейчас на приведенном скане. Виды изолений из бокового и фронтального сенсоров также кардинально отличаются от ранее виденного. Представляется, что эти сканы нужно еще достаточно долго анализировать для формирования понимания особенностей их структуры. Поскольку различия лучше видны в сравнении, давайте сравним сканы приведенной выше катушки с согласованной и встречной коммутацией половинок бифилярной обмотки. Итак, цветные сканы напряженности. Карты изолений с верхнего сенсора. На карте изолений с бокового сенсора мы видим, что структура полей целой катушки при согласованном включении половинок как бы умещается в центральной зоне катушки при встречном включении. Вид изолений из фронтального сенсора подтверждает вышеобозначенный факт. Давайте теперь сделаем финальный на сегодня опыт и намотаем бифилярную катушку с равномерным шагом как между проводниками, так и между парами проводников в бифиляре. Сразу покажем скан, когда половинки катушки подключены к источнику постоянного тока согласно последовательно. Как мы видим, цветной скан ничем особенным не отличается. Именно поэтому официальная физика говорит нам, что поля всех катушек практически идентичны. Причем по-своему они совершенно правы. Ведь не имея возможности визуализировать мелкие структуры ближней зоны полей катушки, сделать вывод о каких-то различиях просто невозможно. Однако у нас такая возможность есть. Давайте же ею воспользуемся и взглянем на структуру изолений на виде с верхнего сенсора. А вот картина изолений с бокового и фронтального сенсора. Ничего неожиданного на приведенных сканах мы на первый взгляд не замечаем. Хорошо, давайте тогда посмотрим, что покажет нам сканер при коммутации половинка бифиляра встречно-последовательно. На цветном скане мы видим, что область заполнения полем северной полярности занимает теперь почти всю плоскость катушки, неожиданно формируя достаточно забавный смайлик. На виде изолений с верхнего сенсора слияние и размывание мелких деталей структуры еще более усилилось, что говорит нам о значительной скрытой перегрузке сенсора противонаправленными векторами напряженности магнитных полей. На боковом и фронтальном виде картина изолений опять практически полностью меняется. Внутренняя детальная структура узлов поля практически исчезла, оставив от себя только внешние контуры поля катушки. Также мы можем заметить, что возникла асимметрия между боковыми и фронтальными видами, чего в нормальной ситуации быть не должно. В стандартной ситуации для симметричных объектов эти два вида должны быть топологически близкими, за исключением поворота на 90 градусов. Похоже, мы получили еще один повод для размышлений. Давайте теперь сравним данные для вариантов со встречной и согласной коммутацией половинок обмотки для катушки с топологией 2 плюс 2 миллиметра. Цветной скан напряженности. Изолинии. Вид с верхнего сенсора. Виды с бокового сенсора. Виды с фронтального сенсора. Ну что ж, в заключении давайте сравним полученные нами данные по всем трем видам исследованных бифилярных катушек между собой. Итак, значение напряженности поля. Изолинии. Вид с верхнего сенсора. Вид с бокового сенсора. Вид с фронтального сенсора. Надеюсь, что показанное сегодня поможет вам, уважаемые зрители, в понимании того, чем же отличаются поля плоских катушек от обычных. В продолжении исследований в рамках данной серии в следующих видео мы начнем рассмотреть взаимодействие магнитных полей проводников с током и феромагнетиков. Возможно, это позволит нам приблизиться к пониманию того, каков именно механизм работы феромагнитного сердечника катушек индуктивности. А это, в свою очередь, возможно, позволит нам понять, как спроектировать электромагниты и трансформаторы с необычными свойствами. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. За сим позвольте откланяться. Благодарю вас за внимание. Увидимся в новых видео. С вами был Фантом.